Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как прошли новогодние праздники с точки зрения безопасности? Что предпринять, если ненадежные соседи представляют угрозу затопления или пожара? О том, как сделать жизнь безопасной, говорим сегодня в нашей студии руководитель департамента семьи, опеки и попечительства Самары Светлана Найденова и начальник отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области Евгений Пахомов. Присоединяйтесь к нашему разговору, наш телефон 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Анатольевна и Евгений Юрьевич. Здравствуйте! Складывается такая ситуация, тенденция, что чем холоднее и чем жарче, тем больше пожаров. Вот за этот зимний период праздничный, период каникул, что произошло с этой точки зрения в этой сфере? Много пожаров или это статистика приблизительно одного и того же уровня из года в год? Количество пожаров за последнее время примерно на одном и том же уровне. В этот период времени у нас идет повышенный уровень готовности наших подразделений. Для нас новогодние праздники проходят в дежурствах, где мы в эти моменты стараемся пресекать, контролировать, профилактировать. Поэтому статистика примерно на уровне предыдущих лет. И слава богу, вот в этом году, как и в предыдущем, у нас причинов пожаров от пиротехнических изделий, они не произошли. Так, а тогда какая основная причина получается? Ну, данные у нас причины связаны с теми погодными условиями, которые установились на территории Самарской области. Это было похолодание. Вот, основные причины это нарушение правил устройства эксплуатации печей и дымоходов, нарушение правил социоэлектрооборудования, то есть ставили дополнительные обогреватели. И, соответственно, так как были праздники, это еще одна причина неосторожное обращение с огнем, которое тоже... А смертельных летальных случаев много? Вот я знаю, что на этой неделе погибли два человека, пожилая женщина в том числе, продолжают гибнуть. Ну, люди на пожарах гибнут, вот, вопрос в ихней профилактике, скажем так, как это показатель снижать. Вот, ну, и говорю, примерно из года в год, примерно, вот, праздники, вот, по статистике, вот, эти новогодние переносят, одни, примерно, ну, одни и те же цифры идут, потихонечку понижение, скажем так, плавное, с учетом проводимой работы. Вот, но, скажем так, не так, как хотелось бы. Да. Ну, гибнут и пожилая женщина, вот, погибла на этой неделе, и дети, и это страшная трагедия для семьи. Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, вы работаете с такой категорией людей, как недееспособные. Вот, часто происходят именно с ними такие вот трагические случаи? Вы знаете, мы ведь работаем не только, как вы говорите, с пожилыми людьми, недееспособными, но еще и с многозетными семьями. Там, где, мы говорим, неблагополучная семья, когда родители... И все они в категории риска. Да, и все они попадают в группу категории риска. Но, вот, эти праздники показали, что, к великому сожалению, погибнуть может не только вот семья, которая, как бы, попала в поле нашего зрения. Погибла, например, за эти праздники женщина с ребенком. Только по той простой причине, что пожар-то был не у нее. А пожар был этажом ниже. А пары поднялись наверх. И, я думаю, как это произошло, лучше объяснит мой коллега. Но факт остается фактом, что такой случай произошел. Погибли две пожилые женщины, две сестры сразу. И, конечно, мы всегда задаем себе вопрос, а что же нужно было сделать, чтобы этого не случилось? И, естественно, как всегда, перед новогодними праздниками, перед длинными каникулами, перед тем периодом времени, когда люди остаются дома, не ходят на работу. Ну, что греха таить. Принимают спиртные напитки часто в довольно большом количестве. А мы совместно со всеми службами проводим так называемые профилактические рейды. Когда приходим в те дома, которые вызывают у нас подозрения, в те семьи, которые... Еще раз говорим о том, что же надо сделать, как надо сделать. Еще раз говорим о том, что какую опасность представляет собой неосторожное обращение с огнем, особенно когда праздники и спиртные напитки. Но, вы знаете, вот последний случай, который произошел, слава богу, не в Самаре, а в Татаре, хотя... Когда погибли пятеро детей, для меня самым, наверное, шоковым было то, что накануне к ним приходили, все объясняли, инструкцию оставили, а факт остается фактом. Нетрезвый отец остался жив, 70% ожогов, а мать с пятью детьми погибла. И в этом случае вот есть, мы только сейчас с вами, я думаю, нам еще раз продемонстрируют, каким образом все это действует. Причем, вот у нас сейчас сложилось так, что в городе ведь большое количество пенсионеров, в том числе одинокопроживающих, в том числе тех пенсионеров, которые, ну, может быть, и не признаны недееспособными, но, ну, так сказать, слегка... Одинокие, пожилые, да, со слабой дорогой. А что же делать с ними? Вы знаете, эта ситуация очень тяжелая, я думаю, во многих домах живут такие люди. Конечно, надо обратиться к соседям, не будьте равнодушными, помогите им наладить там какие-то, чтобы хотя бы газовые приборы были в исправности, проводка была в исправности. И, наверное, как раз мы сейчас вот продемонстрируем, наверное, вот этот замечательный прибор, как он действует. Мы дойдем, да, конечно, когда-то. И, в общем-то, ведь, особенно вот мы опять же сейчас с вами только что говорили, что каждый человек очень четко должен знать и понимать, а что же он должен сделать в случае появления дыма, в случае возгорания. Они бывают разные эти причины, и действовать в разных случаях надо по-разному. Ну вот самая элементарная, может быть, памятка, есть какая-то вот первая правила, самые простые, самые нужные, самые обязательные для исполнения, если начинается пожар, Евгений Юрьевич? Ну, здесь вот два условия, которых нужно в любой ситуации, где бы ты ни находился, в доме, в квартире, в офисе, на работе, правило одно. Первое, это по телефону вызвать пожарные подразделения, это сотовые... Не начинать тушить самому. Нет. Первое, это сначала позвонить по телефону. Вот, 0,1, сотовые, 112. Значит, если второе действие, которое необходимо сделать, это принять меры к эвакуации себя и, скажем так, своих близких, родственников, соответственно, если есть возможность захватить имущество, личные вещи, документы. Это первое, что нужно сделать. Тушение пожаров. Теперь, да, возможность его как бы есть, но прежде чем тушить, человек должен оценить ситуацию, обстановку так, чтобы он убедился, что ему самому при тушении ничему не угрожает. Если хоть есть какая-то малейшая угроза его жизни и здоровья, то, скажем так, тушение пожаров нужно не рисковать своей жизнью, а ставить профессионалам, которые наделены соответствующим оборудованием, соответствующим образом экипированы, да. А для того, чтобы они к вами приехали, вы сделали первое действие, а то по телефону вы их вызвали. Понятно. Вот мой страшный сон, это если загорится какой-то электрический прибор, что-то связанное с электричным, проводка, телевизор, еще что-то. Да, потому что даже не знаешь, боишься и электричества, и огня, и всего. Вот какие-то правила существуют. Можно ли лить водой? Вот я задумываю всегда. Вдруг это еще что-то спровоцировать. Ну, для этих целей, скажем так, вот если мы говорим все общественные здания, сооружения, административные, производственные, складские, там все это есть, это называется первичные средства пожаротушения, это огнетушители. А в квартирах этого нет. Нет, да. Но в квартирах есть один момент. Значит, с конца примерно 2000-х годов в квартирах появилось требование, что, в новостройщих квартирах, появилось требование, что на сети хоз питьевого водопровода должен быть установлен, мы говорим, такой шланг, отдельный, отходящий, вот, на котором установлен вот этот шланг и вентиль для открытия его с распылителем, который достает до самой дальней точки квартиры. Потому что если в квартире произошел, например, пожар, да, нам некогда там бежать за ведром, набирать ведро, потом бегать туда-сюда, потому что пожар за это время получает развитие. И ведром уже зачастую его не потушить. Поэтому для этих целей есть вот, скажем так, если это на лестничных клетках, там уже, скажем так, большие пожарные рукава, там и с большим расходом, но зачастую его на начальной стадии можно потушить небольшим количеством воды, не затопив соседей. Поэтому вот эти новостройки, они оснащаются вот таким, так называемым, пожарный кран бытовой. Представляет себя примерно такой шланг скрученный, который вы открываете. Но, к сожалению, у нас не такой большой фонд, вот, жилищный новый, да? Если, скажем так, обезопаситься, и человек знает, как применять огнетушитель, ну, можно его заблаговременно купить. Наиболее универсальный огнетушитель, который можно посоветовать жителям приобрести домой, это огнетушитель порошковый. Достаточно, в принципе, 5-литрового огнетушителя порошкового, он называется там ОП-5-4, по-новому ОП-5. Вот, значит, принцип действия его порошок, выбрасывает он, как огнетущая масса у него. Вот, то самое, что замечательное в этом устройстве, тушить можно электроприборы, находящиеся под напряжением до 1000 вольт. То есть, такого напряжения даже у нас нет, поэтому загорелся телевизор, компьютер, загорелся у вас, я не знаю, еще какой-то... А вот самому из розетки можно отключать или нет? Отключить вы можете, да. Можно, можно. Нет, вы можете отключить его, если это вам позволяет, но, вот, еще раз, про первичные средства мы говорим. Они ведь не просто так называются первичные, потому что он должен быть у нас не где-то там в кладовке, не где-то в чулане, он должен быть в легко доступном месте для того, чтобы мы его могли применить в первые секунды. Потому что в начале там пожара, пожар любой, можно потушить стаканом воды. Через минуту ведро, а через еще пару минут там уже и целая автомашина. Вот, что интересно, в машинах обязательно иметь вот огнетушитель, да, а вот в квартирах это же не обязательно, это на усмотрение хозяина. Хотя недвижимости и там средств намного больше в квартире, чем в машине. Ну, здесь вот, скажем так, здесь нужно еще, применяя огнетушитель, в любом месте, где мы находимся, знать одно тоже правило. Здесь есть еще правило применения его. То есть, у любого огнетушителя... Да, тоже уметь нужно. Да, почему? Потому что нужно тушить, находясь лицом к очагу пожара, спиной к двери. Для того, чтобы, применяя вот этот огнетушитель, распыляя, да, вы вот этим вот облаком, выходящим из него порошка, не перекрыли себе видимость к выходу. То есть, чтобы вот в этом, в облаке дыма у вас порошка, который происходит потом, распыляя, вы потом выход не искали. Поэтому тушится лицом к очагу пожара, спиной к двери, чтобы потушили и могли спокойно эвакуироваться. И второе, это, конечно, нужно знать тактико-технические христики самого огнетушителя. Вот примерно одним вот этим, какой я принял, огнетушителем порошковым, можно потушить пожар на площади 1-1,5 квадратных метра. Соответственно, если горит комната, да, то мы четко должны знать и понимать, что вот это как раз тот момент, когда риск, что таким огнетушителем, там уже несколько десятков метров квадратных, или там, им уже не потушить. Поэтому он называется первичный. Поэтому он должен находиться на стадии быстрого доступа. У них есть определенные сроки годности, сроки годности у них. Все это нужно изучить. Ну, давайте уже, чтобы примем телефонный звонок от телезрителя, и потом перейдем к прибору, который вы принесли. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. Спасибо. С Новым годом. Дай вам Бог. Всего хорошего. У меня вопрос к социальным службам. Да, мы вас слушаем. Извините, пожалуйста, вот у нас в доме живет женщина. Ну, будем так говорить, она не очень адекватна. Я просто хочу спросить, насколько социальные службы готовы ей помочь? То есть, вот они только принесли продукты, или все, или могут быть, ну, как бы находиться с ней в каждой годовке. Вы понимаете, дело в том, что она иногда делает такие вещи, что нам... Представляет опасность. Спасибо большое, да. Мы поняли ваш вопрос, вот как грустно это тяжело и страшно звучало, они предоставляют опасность. Да. Я не знаю, как к вам обращаться, вы не представляете, к сожалению. Да, вы, к сожалению, забыли спросить. Вы знаете, конечно, рассказать вот по конкретному случаю очень тяжело, не зная нюансов. Одинокая она, есть ли у нее там дети и так далее, и так далее. Ну, во-первых, я думаю, вам надо записать телефон из социальных служб, собственно, нашего департамента. Можете позвонить 332-24-49, чтобы какие-то конкретные. А в общем я могу сказать следующее, что, к великому сожалению, у нас не только в вашем доме. Я живу в доме, где у нас тоже моя собственная соседка, так сказать, имея дочь довольно обеспеченную, живет одна. И социальные службы действительно в основном могут только прийти, принести продукты, помыть, убрать в квартире. Постоянно находиться, к великому сожалению, не могут. Это нужно нанимать сиделку. Конечно, это все очень дорого стоит. И я думаю, что сейчас мы подошли к такому состоянию, у нас довольно много, большое количество пенсионеров в городе, в том числе тех, которые живут абсолютно одиноко. И если мы всем миром дружным не будем помогать, у нас ничего не получится. Выхода нет другого. Я еще раз говорю, что в этой ситуации, обратите внимание, в каком состоянии у этих людей проводка, газовое оборудование, каким образом они могут и понимают, и осознают свои действия. И если этот человек действительно не осознает, то судом его могут признать недееспособным, и дальше уже наступают совершенно другие следствия. Он может быть помещен в определенные учреждения, если он не может проживать самостоятельно. Еще один звонок. Послушаем. Добрый вечер. Говорите. Так, нет пока звонка. А дети, вот вы сказали, что у вашей соседки есть дочь. Дети несут какую-то ответственность? Вот можно их разыскать, как-то их вот принудить себе? Да разыскать-то можно. К великому сожалению, очень часто у нас дети говорят, нет, мы не можем ей забрать маму к себе, потому что у нас там, допустим, маленький ребенок, и не хотим вообще ничего знать, потому что она создает нам большие проблемы. И, конечно, очень тяжело каким-то образом повлиять на таких людей. Законодательность у нас такой, можно, конечно, через суд, обязать, платить элементы и так далее, и так далее. Но по большому счету никаких таких механизмов, которые бы заставили, вообще это кощунственно звучит, заставили бы детей ухаживать за своими собственными родителями. Или мы, ведь любое общество смотрит о том, как относятся к детям и к старикам. И если дети у нас все-таки, я считаю, довольно защищенная категория, то вот люди старшего поколения зачастую абсолютно не защищены. И у нас большое количество случаев, когда взрослые дети своих престарелых родителей бьют, и даже, извините, конечно, убивают. Да, вот глядя опять же на этот прибор, вот, знаете, Евгений Юрьевич, если вот такой прибор установить в квартире соседа, который вот внушает какие-то опасения, будет слышно из-за соседней стенки или нет? Вот давайте продемонстрируем вообще, что он из себя представляет, насколько возможно материально его потянуть жителям. Как он называется? Ну, когда я вот увидел тему нашей передачи, я вот заехал сейчас к себе домой, вот, я его взял у себя из дома. Это называется, это автономный дымовой пожарный извещатель. Так. Почему дымовой? Потому что дым, это, скажем так, происходит на ранней стадии пожара. И дым, дымовой пожарный извещатель, его обнаруживают раньше всего. Поэтому наша промышленность российской, в том числе, скажем так, по аналогу уже давным-давно применяемых таких на Западе, выпускаются с начала 2000-х годов вот такие автономные пожарные извещатели. А где их можно приобрести? Приобретаются они в тех магазинах, которые торгуют средствами пожаротушения, огнетушителями, фирмами, которые устанавливают автоматическую пожарную сигнализацию, в этих вот магазинах специализированных, которые торгуют сигнализацией, видеосистемами, домофонами. Стоимость примерно от 150 до 250 рублей, в зависимости от завода, который его выпускает, модели. Работает он от батарейки, либо от аккумулятора, либо от батареечки Крона. Вот данные, которые у меня стоят, работают от батареечки Крона. Примерно заряда одного хватает на два года эксплуатации. За эти два года он работает и постоянно анализирует, скажем так, тот воздух, который находится вокруг него. И если он обнаружит дым, то его наличие даст достаточно громким и звуковым сигналом. Давайте я продемонстрирую, чтобы люди уже знали, к чему готовятся. Да, сигнал сделан таким образом и на такой частоте, чтобы не хотелось при нем спать. Вот, задача, скажем так, разбудить человека. Даже в алкогольном опьянении, наверное. Да, если он его... Да, наверное. Может быть, если ночью даже сосед тут слышит, вот что... Ой, спасибо, достаточно, уже действительно хочется быстрее подключить. Почему, как бы, я рекомендовал бы вот установить у себя в квартирах такие приборы, которые продаются в общедоступной сети и не требуются никаких специальных разрешений на его установку в квартирах. Вот, почему? Потому что, как показывает статистика, пожары с гибелью у нас происходят, скажем так, пики вот гибели, начиная с 20 часов, заканчивается 4 часами утра. Вот, и еще очередной всплеск идет вот в утренние часы. То есть, это как раз то время, когда кто-то находится в состоянии сна. Вот, и одна из задач этого прибора как раз спящего человека разбудить или обнаружить прибор на пожар на ранней стадии и оповестить об этом находящегося в квартире человека. И он тогда покинет эту квартиру, скажем так, без угрозы для своей жизни. Почему? Потому что, скажем так, пожар достаточно стремительно развивается, и если мы говорим про стандартный пожар, то у человека примерно 3 минуты для того, чтобы покинуть здание после этого примерно, ну так, в среднестатистическом пожар начинает перекрывать опасными факторами пути эвакуации. Поэтому, вот, скажем так, как мера профилактики, вот, скажем так, своей жизни своих детей, близких, это, в принципе, можно установить и, скажем так, самому, и в частные домовладения, да, где тоже, вот, это можно поставить, ну, в общем коридоре у вас будет сигнализация, которая смонтирована в жилом домике, если она подлежит этой защите, вот, которая будет включать уже общедомовую систему оповещения. А данный прибор как бы именно предназначен для размещения внутри квартиры, то есть для безопасности именно самого жилища. Понятно. Не общего домового. Ну, вот, основная ответственность, конечно, за то, что пожар происходит, ложится на взрослых, а вот дети и пожары, вот эта тема, которая связана. Вы знаете, совершенно правильно сейчас мы говорили о том, что вот пожары происходят в определенный период времени, в основном в ночной период времени, когда и взрослые, и дети спят. Но у нас есть такая, как бы, статья, наверное, у вас отдельно идет по статистике, неосторожное обращение с огнем. Не давайте детям играть со спичками. Казалось бы, и сейчас и спичек-то особо в домах нет. Да, вот уж действительно. А нет-нет, и попадает сообщение, когда дети таки добрались до этих самых спичек и устроили пожар. Ведь в каждом доме, вот, я бы все-таки, мы перед передачей говорили, я, например, у себя в доме приду, первое, вот, приобрету вот такой прибор замечательный, повешу, и все-таки повешу у себя дома хотя бы вот то, о чем вы рассказывали, самую первичную инструкцию, куда там повернуться спиной, с какой стороны подойти, в первый момент что сделать, если дым там, если дым... Потому что постоянно держать это в голове практически невозможно. А вот в этот момент, когда ты растерялся, не знаешь, что делать, если крупными буквами у тебя все это написано и висит в коридоре. Ведь это не требует. Мы сейчас, учитывая вот все-таки те факты, которые есть, мы сейчас совместно со специализированными службами подготовим такие памятки, очень четкие, ясные, понятные, краткие, и своим всем подопечным, и детям, и неблагополучным семьям, и пожилым людям. Просто придем в дом и вот наклеим, приколим, посмотрим, может быть, или распечатаем на какой-то клейкой бумаге и повесим. Потому что когда человек вооружен знаниями, вооружен какими-то, хоть что делать? Ведь очень часто люди погибают, когда не знают, что делать. Человек растерялся, и поэтому он оказался в той ситуации, когда прошли вот те самые минуты, когда он может еще спастись и спасти своих детей. Ведь, вот смотрите, в любом нашем социальном учреждении, особенно, естественно, детском, мы в обязательном порядке проводим обучение. Делаем, приглашаем специалистов, там устраиваем дежурную тревогу и смотрим, за сколько времени дети покидают, там, допустим, приют, там, детский дом, или как персонал выносит детей из домов ребенка, и смотрим по времени, как это, в какой период это происходит. Но мы забываем, что основное-то количество у нас погибает не в учреждении, хотя ужасно, но это так бывает, а дома. Значит, мы обращаем точно так же, должны обратиться к службам ТСЖ. Ну, почему бы не устроить вот с такими же пожилыми людьми, мы посмотрим, как это сделать. Ну, как бы пробную такую эвакуацию, вот произошел огонь. Как? Куда идти? Что делать? Это тоже, я думаю, очень важно. Те же элементарные памятки, управляющая компания может и в лифте, и в подъезде где-то. Скажите, пожалуйста, Евгений Юрьевич, вот уже Светлана Анатольевна сказала про ТСЖ, управляющие компании. У них какие обязательства, что в их обязанности противопожарные входят, что они должны сделать в этом отношении? Есть что-то? Вот вы же и надзорную деятельность проводите? Как их контролируете? Надзорная деятельность в отношении товарища собственного жилья, она осуществляется на ихних общедомовых территориях, да? Потому что, как бы согласно законодательству, у нас самым главным законам Конституции, жилищно у нас неприкосновенно. И без разрешения собственника жилья мы в квартиру не имеем права входить. А вот подъезды, вот состояние... Там же балконы, да? Нет, балконы в квартире. Эвакуационные. Нет, а вот такие лесенки бывают общие. Нет, балконы. Да, 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 вот через... Все. Это называется в домах повышенных этажностей, те, которые высотой более 28 метров, у них идет так называемые нездымляемые лестничные клетки типа Н1, то есть переходом через наружную воздушную зону. Здесь мы как раз очень, как раз вот смотрим, и зачастую жители бывают так вот, собираются, говорят, блин, так, у нас не очень хорошие, может быть, двери там, да? И вместо того, чтобы заменить двери, давайте мы вот этот вот балкон, вот этот вот переходный, давайте утеплим. Такие случаи были. То есть, ну, повесим стекла. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что если на этом этаже произойдет пожар, то дым не будет уходить через воздушную зону, а будет идти в объем лестничной клетки. Тем самым он не даст эвакуироваться людям с вышестоящих этажей. А в таких зданиях, если вот повышенная этажность с переходом через воздушную зону, если ты попал в лестничную клетку, то считается, что ты уже находишься в безопасности. Все, ты уже гарантированно выходишь. Потому что туда они строятся, здания, таким образом, чтобы в объем лестничной клетки с переходом через наружную воздушную зону не попадали ни дым, ни токсические вещества, ни опасные факторы пожара, ничего. Они все уходят в атмосферу. Поэтому именно балкон, он должен быть открытым. Вот. Не должен быть ни застеклен никак, ни частично никак. Потому что все это влияет на вот эти вот дымовые потоки. Идущие. Чтобы они не ушли, как в трубу, естественно, в объем лестничной клетки. Вот. Это вот есть издание повышенной этажности. Оно как бы, почему именно так и сделано? Там есть и система дымоудаления с поэтажных коридоров, и сигнализация, которая установлена в общих коридорах, которая при обнаружении пожара в квартире запустится система дымоудаления и запустит систему оповещения общедомовую. И весь дом узнает, как бы, о том, что произошел где-то пожар. Поэтому здесь именно, как бы, нужно вырабатывать вот такой менталитет, что если у нас мы услышали сигнализацию, сработали, еще что-то, мы не должны думать, там, ложное оно или не ложное. Не надо рисковать со своей жизнью. Нужно собраться оперативно и максимально в короткие сроки, не пользуясь лифтом, потому что лифт может отключиться, а именно по лестничным клеткам эвакуироваться. Понятно. Да, в лифт, конечно. Светлана Анатольевна, вот чтобы резюмировать, все-таки, вот, говорили мы сегодня о пожилых людях, недееспособных, как мы их называем. Если вот появился такой сосед, куда обращаться конкретно? Вот можно ли в ваш департамент сообщать, приходить? Можно, да, можно сообщать. Каких дальнейших действий ждать? Вот что делать? Дальнейшее. Если человек, ну, как бы, на грани, то ли дееспособный, то ли нет, должно быть, естественно, обследование человека в соответствующих службах. И сигнал должен поступить к нам в социальные службы, а мы дальше просто подскажем, если человек не знает, как поступить в том или ином случае. Извините, пожалуйста, а можно, я так понимаю, к концу подходит? Да, и звонок у нас есть. Ну, давайте, я хотела на более веселой ноте закончить. А мы сейчас, может быть, успеем. Если можно, коротко, добрый вечер. Мы живем, значит, в доме, и у нас в кармане четыре квартиры. Вот соседи построили в этом кармане шкаф, шкаф-купе там, или как его, я не знаю, просто шкаф из каких-то реек. Мы их хотели убрать этот шкаф, потому что проходы очень узкие становятся. Ходим там, темно, стыкаем. Понятно, спасибо. Суть понятна. Шкаф, вот как с законными действиями? Нашими соседями бороться, подскажите, пожалуйста. Спасибо. Вот как раз вот для этого и ТСЖ создана, для того, чтобы она следила за общим домом. Обращаться куда? В управляющую компанию или в ТСЖ, да? По меньшей мере, ТСЖ, первое, что должна, она написать официально данному жильцу о том, что необходимо данный шкаф, скажем так, убрать, потому что это, по сути дела, не только нарушение опыта пожарных запасов, это и захват... А к вам нельзя, вот если такой сигнал можно тоже, да? Нет, это и захват общедомового имущества, по сути дела, который не принадлежит данному гражданину. Два варианта, писать заявление. И в том числе, скажем так, почему, говорю, обратиться в ТСЖ, потому что мы, когда придем, мы будем проверять именно то, какую работу провела ТСЖ, потому что это именно общедомовое имущество. Понятно. И ТСЖ как раз должно следить за тем, чтобы вот таких жителей не устраивали шкафы. Ну, минутка, Светлана Анатольевна, у вас есть все-таки на позитиве. Уважаемые жители города Самары, сегодня, как ни крути, все-таки старый Новый год, уникальный праздник в России. И мне хотелось бы, меня много спрашивали, мы 7 декабря открывали елку желаний. И я хочу сказать большое спасибо всем жителям, которые приняли участие в этой замечательной акции. 11 тысяч горожан. У нас в департаменте даже линолеум подтерли, снимали пожелания. Я всем благодарна. Вот у нас здесь есть отчет, что приобрели жители города для детей. Лыжи-каньки 156 пар, санки 91, спортивная одежда 129 и так далее. Мы вывесим обязательно на своем сайте, чтобы вы, во-первых, видели, какие предпочтения, во-вторых, мы обязаны просто отчитаться перед жителями. Спасибо большое за позитивную ноту. С Новым годом. И противопожарной безопасности. Сегодня тоже такой день, с другой стороны, опасный. Старый Новый год. Так что здоровья, счастья и безопасности. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова